Здравствуйте, в эфире УТВ, специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Марина Юрьевна Кондратова, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте, Марина Юрьевна. Здравствуйте, Марина. Пригласили вас сегодня не случайно, 20 октября, день борьбы с остеопорозом. Давайте поговорим об этом заболевании, в чем его суть и что оно поражает в первую очередь. Остеопороз является глобальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний. После заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета, на четвертом месте стоит остеопороз. Также по данным Организации здравоохранения, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в мире после 50 лет страдают остеопорозом. Так, в России у нас после 50 лет 33,8% женщины страдают остеопорозом и мужчины 26,9%, что составляет около 10%. От всей численности населения около 14 миллионов людей в стране страдают остеопорозом. Вот все-таки с чем связывают врачи вот такое развитие этого заболевания? Почему так происходит? Почему люди именно старшего возраста подвержены этому заболеванию? Во-первых, что такое остеопороз? Остеопороз – это системное заболевание скелета, которое характеризуется изменением массы костной ткани и изменением ее структуры. В результате происходит увеличение хрупкости костей и проявляется это переломами при небольшой физической активности, при небольшой травме. Проявляется остеопороз в основном компрессионными переломами позвоночника, дистального отдела предплечья, проксимального отдела бедренной кости и проксимального отдела плечевой кости. Самое опасное – это переломы бедренной кости, потому что в большинстве случаев эти переломы приводят к госпитализации пациентов. В 20% случаев к летальному исходу и около 50% люди остаются на инвалидности. Почему именно эта кость так уязвима? Она становится хрупкая в результате этого заболевания. То есть, другими словами, получается, идет потеря кальция? Происходит потеря структуры костной ткани. Когда человек рождается в процессе своего рождения, кости имеют минимальную плотность костной ткани, потому что ребенок не умеет ходить. Но уже именно с детского возраста должна закладываться профилактика остеопороза. Здесь должна быть направлена на профилактику, развитие и диагностику рахита у детей. Потому что рахит – это заболевание, которое связано с дефицитом витамина D, который необходим для формирования скелета, для нормального функционирования нервной системы и фосфорно-кальциевого обмена. Если у ребенка правильно формируется скелет, начиная уже с первых дней его жизни, здесь родители должны не забывать о гимнастике, о массаже, о воздушных ваннах, о прогулках, правильном питании. Должно быть сбалансированное питание. Если дети получают искусственное или смешанное питание, то обязательно адаптированные смеси во время ведения прикормов. Все это способствует профилактике рахита. Затем к 25 годам происходит наращивание костной ткани, скелет человека формируется. Здесь должны быть обязательно физические нагрузки, которые способствуют формированию правильного скелета, правильной осанки. К 30 годам плотность костной ткани становится максимальная. И уже с 30 до 45 плотность костной ткани становится стабильная. И уже после 45 ежегодно кости теряют на 1% свою плотность. Какие признаки остеопороза существуют? Что должно насторожить пациента? Остеопороз называют молчащей проблемой, потому что длительное время он никак себя не проявляет. Человек живет и не знает, что он страдает этим заболеванием. Но есть определенные признаки, которые заставляют акцентировать на этом заболевании. Это, во-первых, стяжение роста на 3 см и более в сравнении с ростом в 25-летнем возрасте. Сутулость и наличие монотонных болей в грудном и поясничном отделе позвоночника. Это основные признаки остеопороза. После которых, если их обнаружили у себя, люди должны что сделать в первую очередь? Они должны обратиться к эндокринологу для дообследования. Если говорить об обследовании и диагностике, что существует на сегодняшний день? Как устанавливается та или иная стадия остеопороза? По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз диагностируется путем денситометрии. Это процедура, которая определяет плотность костной ткани в скелете человека и показывает риски развития переломов. Поэтому данная процедура помогает выявить остеопороз до появления переломов у человека. Если установлено, что человек страдает остеопорозом, какая методика дальнейшего лечения? Возможно ли как-то это скорректировать? Возможно ли остановить потерю плотности костей? Да, конечно. Соответственно, сначала необходимо профилактировать развитие остеопороза. Профилактика остеопороза – это на первом месте правильно рациональное питание. Необходимо, чтобы с питанием поступало достаточное количество кальция, витамин D, физическая активность и отказ от вредных привычек. А если говорить уже о лечении? Лечение уже медикаментозная терапия, которая подбирается индокринологам индивидуально. Если мы говорим о ранних стадиях развития болезни, то возможно ли действительно эффективно ее остановить и дальше, чтобы она не развивалась? Чтобы предотвратить травмы и дальнейшие осложнения, которые могут возникать? Да, конечно. Это рациональное питание. Необходимо употреблять продукты, которые содержат кальций. В первую очередь это в большом количестве кальция содержится в кунжуте, твердые сорта сыра, сардины, также творог, кураган продукты. И нельзя забывать о витамине D, потому что именно витамин D способствует хорошему усвоению кальция в организме. Вот витамин D в организме образуется под действием ультрафиолета. И в зимний период, конечно, большая часть населения испытывает недостаток витамина D. Поэтому необходимо принимать продукты, которые также содержат витамин D. Это жирные сорта рыб, сельдь, сардина, лосось, икра рыб, печень, яйца, сливочное масло, молочные продукты. Кто относится к группам риска? К группам риска относятся люди с малоподвижным образом жизни, длительно пребывающие в постельном режиме, с нерациональным питанием, недостаточным потреблением кальция, витамина D, и малопребывающие на солнечном свете. Также имеющие хронические заболевания, такие заболевания, как эндокринный, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания крови, легких почек, пищеварительный тракт, также могут приводить к развитию остеопороза, имеющие вредные привычки – курение, алкоголь. Если говорить о жителях Денцовского городского округа, как часто обращаются к вам пациенты с этой проблемой? Насколько высока выявляемость этого заболевания? Да, в последнее время число людей, обращающихся к эндокринологу с данной патологией, становится с каждым днем больше, потому что люди становятся осведомлены о таком заболевании, растет диагностика, поэтому пациентов с каждым днем становится больше и больше. Марина Юрьевна, сейчас население становится более активным, все занимаются спортом, увеличиваются физические нагрузки. Не может ли это послужить опасностью развития в том числе остеопороза и привести к нежелательным травмам? Я сейчас говорю именно о людях зрелого возраста, потому что они сейчас занимаются и скандинавской ходьбой, и танцуют зумбу, и, в общем-то, посещают йогу и различные занятия. То есть, действительно, их жизнь становится и насыщенной, и, конечно же, активной. Наоборот, физическая активность является главной профилактикой развития остеопороза, но физическая активность должна быть дозирована согласно возрасту пациента и его возможностям. В любом случае, это хорошо. Это очень хорошо, потому что профилактика остеопороза – это не только занятия в спортивных залах, но это ходьба, плавание. Только физическая активность должна увеличиваться постепенно. Человек не должен начинать с больших нагрузок, а постепенно наращивая. Но все-таки, наверное, врачи и специалисты рекомендуют, прежде чем выбрать, я сейчас, опять же, повторюсь, что говорю для людей зрелого возраста, прежде чем выбрать какое-то из направлений занятий спортом, активностью, лучше посетить врача, пройти все исследования и рассчитать уже совместно с специалистом уровень нагрузки. Да, правильно, конечно. Необходима сначала консультация специалиста, который может посоветовать, каким видом спорта лучше заниматься и в какой степени наращивать физическую активность. Марина Юрьевна, что бы Вы пожелали всем зрителям в завершении нашей программы? Всем зрителям Одинцова и Одинцовского округа я хочу пожелать здоровья и крепких костей. Спасибо за интересную беседу. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...